Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, кто меня просто смотрит. Вот начинается мой обзор с моих новогодних подарков, которые я купила. Начну с самого простого. Это вот простой, как бы, кен, хотя это не кен. Это у нас идет парнишка из кукол серии Штефи. Зовут этих Штефи Кевин. Здесь даже написано у него Кевин. Идут они шесть разных разновидностей. Это, то есть, там бывает разная одежда, но лица у всех одинаковые. И прически тоже вот здесь, которые резиновые, тоже разные две штуки. Одни блондины, другие брюнеты вот с черными волосами, как у меня. Но других волос нет у них. У них только есть вот черные и белые блондины. Вот. И еще одежда у них разная. То есть, вообще написано шесть разных видов. То есть, они бывают разными. И даже вот, видите, на коробке, вот у нее такая простая коробочка была, в принципе. Вот здесь у нее написано. Штефи, называется он Штефи Кевин, супермодель. Вот. Обычно он в таких вот идет. Вот он, как видите, блондин здесь, и здесь вот брюнет. Но здесь почему-то он выглядит намного симпатичнее, чем вот тут. То есть, видите, у них здесь вот как бы вот сюда вот идет вот так вот горочкой сделаны волосы пластмассовые. А здесь у него рядом с пробором. Вот здесь пробор и зачесанный вот сюда на бок. То есть, отличается от картинки вот этот Кевин. Но, в принципе, он очень неплохой, очень красивый, здоровский. То есть, он мне понравился. Я специально выбирала, чтобы он был, вот, ну, как бы одежда даже у него стильная такая. То есть, я сначала хотела вот такого купить в такой одежде. Даже не знала, что он в такой бывает. Ну, модной одежде. Вообще-то, одежда продается тоже для таких Кевинов отдельно. Но почему-то вот мой оказался в такой вот одежде. И вот, как вы видите, вот такие вот бывают. То есть, в основном они в полосатых одеждах бывают. Красная майка, голубая, синяя. То есть, ну, я нашла его вот в такой одежде. Стильной, красивой. И то пришлось его второй раз там вытаскивать с трудом из всего завала. То есть, когда я пришла в Детский мир покупать его, то есть, раньше они стоили по акции 715, что ли, что-то такое. А потом вдруг я смотрю, и они подорожали. Уже на 200 рублей стали 915 рублей. И вообще, блин, офигела. Думаю, простой как бы Кен. И без всяких там аксессуаров. Не то, что там Эвер Афтерха или Монстерха, которые популярные куклы. И они его взяли за 900 рублей, за 1000 почти повысили. Изначально я хотела голову у него поменять, тело, то есть, забрать. У него, кстати, отличается тело немножко потемнее. Я хотела тело забрать и снять голову вот эту вот и поставить на моего Кена, который у меня простой, не шарнирный, который идет из Барби Супершпионки. Вы увидели этого Кена. Он в очках у меня в голубой рубашке такой. Найдете обзор у меня на моем канале на Ютьюбе, на него. Вот. И вот я так хотела ему поменять тело. Но потом, когда я нашла вот этого Кена, я с работы поехала и купила его. И потом начала на работе уже всматриваться. Ну, так, смотрю, смотрю на него, смотрю, думаю, ну, красивый Кен, прикольный, ну, хороший. У меня даже есть тот не шарнирный, о котором я только что сейчас сказала, Кен. И есть даже старый Кен еще 90-х годов, которого мне мама из Москвы еще привозила. На тот момент он был самый симпатичный. Между прочим, тоже практически с таким же лицом. И, да еще я тут обнаружила, что у него, видите, голова просто как бы идет. То есть она не одета на какой-то якорь. То есть я думаю, она там просто на шишке все одета. То есть, видите, вот, шея и сразу же голова идет. Вот она вот как вот здесь вертится и все. Просто она скрипит тут и очень туго вертится. Ну, это ничего. Она у всех кукол так скрипит в основном. Особенно, когда кукла стоит. Стоит долго, если с ней не играешь, ничего с ней не делаешь, то когда вот так поворачиваешь голову, она скрипит. У меня у всех практически так. И, в общем, вот, хотела его как бы поменять, но не стала. Потому что здесь как бы никак. У того Кена тут тот же тизматль, он профессиональный, у них якорь. А у этого, я думаю, якори нет. Поэтому я и подумала, что он не будет держаться на том теле. Ну, и решила оставить как есть. И отдать его в женихи моей Барби. Безграничное движение, которого кудрявая блондинка. Потому что она мне очень тоже нравится. Поэтому вот тот Кен у меня уже занятый. Он жених у меня куклы Барби тоже из безграничного движения. Но блондинки простой, самой Барби. А этот будет жених кудрявой блондинки. Вот, Барби из безграничного движения. И, ну, он мне понравился, потому что он шарнирный, главное. Вот были бы все такие Кены. Даже вот не важно, что у него волосы резиновые. Ну, и немножко голова как бы бобиком. Это можно еще исправить. Ему можно вот так вот в кипяток его засунуть. И вот так немножко сделать, и все. В принципе, даже и нормальное лицо, и голова. Вот. Меня даже не смущает отсутствие волос здесь. Хотя можно и перепрошить, не знаю. Так же вот просто вот так вот повтыкать вот сюда, и все. Ну, и закрыть вот эти вот. Ну, это если кому не нравится. Ну, или поменять голову тоже, если кому не нравится. Мне лично он понравился из-за того, что у него такая стильная, красивая одежда, и из-за шарниров. Вот. Потому что у Кенов, например, нет шарниров. Ну, и, в общем, о его шарнирах. Значит, голова у него вертится, как вы видели, но она очень скрипит. Хотя можно эту голову смазать маслом. В принципе, если масло не поможет, то можно смазать парафином, или как его там. Ну, в общем, свечкой. Берете, натираете вот так, просто свечкой. И это помогает, сто процентов. Потому что у меня скрипела рука вот так вот в шарнире у новой висп. Тогда я, она у меня вываливалась вот так вот из этой. И этот штырек, который там был, я его клеем смазала. И подождала, пока высохнет, и одела обратно. Из-за этого у меня стала у него рука скрипеть. Даже если я клей этот отодрала, уже ничего не помогало. И в интернете случайно нашла, что можно свечкой смазать. Если то, что скрипит у куклы, можно смазать свечкой. И это помогло. Так что, если у вас что-то скрипит у куклы, можно смазать свечкой. Если, например, масло смазочное не помогает. Вот. Ну, у него вот шарниры. У него в локте шарниры. Руки сгибаются. То есть, он может всяко-разно делать. Есть у него шарниры тоже вот здесь вот в руках. Ну, то есть, в плечах. Шарниры есть у него вот в кистях рук. Тоже. Здесь у него одеты, типа, часы такие. Здесь у него одет какой-то браслет. Ну, я это все сниму, потому что это все без закрепления. Вот здесь вот сзади. Это все может потеряться. Свалиться, да, и ему это ни к чему. Вот. Шарнир есть грудной. Здесь у него, кстати, кофта не до конца расстегивается. Просто вот сверху липучка. Грудной шарнир есть. Вот сейчас я вам покажу. Так. Вот он. Вот, видите, здесь вот внизу как бы вот так он вертится. Вот всяко-разно. Его можно всяко-разно вертеть. Вот. И вот так он тоже вертится. Вот так и вот так вот. Вот. То есть это очень удобно для куклы, когда вот даже кукла-мальчик вот вертится во все стороны. Я даже не ожидала, что у него будет грудной шарнир. Вот. Ну, вот такая вот черная у него футболочка с надписью Кевин, как его зовут. Кстати, имя Кевин я ему так и оставила. Вот. Здесь у нас нарисованы наушники музыкальные. Ну, и вот такие вот простые штаны коричневого цвета, светлые. И простые вот такие вот ботинки у него одеты, кстати. Шарниры у него есть вот в коленях еще. И есть шарниры вот здесь вот. Вот тоже есть шарниры, то есть нога крутится. Он весь шарнирный. Вот. Ну, практически так же, как и Барби-йоги. То есть очень удобно. Даже вот можно взять коня, вот так вот, посадить его. И вот он отлично тут сидит. Получилось принц на белом коне. Вот. Ну, в общем, вот такой вот у меня один из моих четырех подарков. Вот такой вот. Такая вот кукла-мальчик. Штефи Кевин Супермодель. Штефи Кевин Супермодель.